Всем тикточные хиты выпускных, всем Джарахов и Маркул, и конечно же, всем хорошо провести это лето. Меня по-прежнему зовут Стас Гаровпрод, и давайте стартуем, пока мы еще в моменте. Темп 143 удара в минуту для нашего трека сегодняшнего, добавим флекс, это будет инструмент, который сыграет нам во вступлении, и больше появляться не будет. И еще, у нас сегодня 10-е видео по счету, и каждое 10-е видео, конечно же, это мажор, потому что обычно мы пишем в миноре, но сейчас у нас фа мажор. Пиано, жмем Ол, и нам нужен Электрик Пиано. Наш аккорд это фа мажор, наш первый аккорд, ну и конечно же, басовая нотка снизу. Второй аккорд уже не мажорный, а минорный, и третий тоже будет минорным, это, соответственно, Д, М и А, М. Только в ле миноре нотку ля переместим наверх, чтобы аккорды были поближе друг к другу. А в ре еще одну нотку рэ поместим наверх, потому что, по-моему, там так и сыграно. И во вторых четырех тактах немножко отличается второй аккорд. У нас не будет здесь вот этого, и появляется вот такая ступенечка. А еще здесь вместо ля у нас соль, то есть джи, и... А, а, запахло джазом сразу, как здорово. Почти все, теперь все дублируем просто еще на октаву вниз, я имею в виду басовые нотки, и... И можно нажать Alt-S, чтобы стромануть. Вот какие-то такие настройки ок. Теперь добавим нечто гораздо более интересное, эту гитару, которая будет играть в бою. Скорее всего, для трека ее записали вживую, но я вживую играть не умею, так что воспользуюсь библиотекой для контакта. Библиотека AG Stram, то есть акустик гитар Stram от Ильи Ефимова. И сразу же переключим из Stram Mode в Pattern Mode, и еще мы можем в опциях сразу, смотрите, включить вот этот fret noise, то есть, ну типа, вот, 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 ай, не важно. И чуть-чуть вот этот пик noise сделать чуть-чуть погромче, чтобы было типа по-человечнее. Теперь закрываем, заходим в FX, отключаем Reverb и Equalizer, и теперь нам нужно выбрать паттерн, вот этот. Идем обратно в режим Stram, и смотрите, у нас есть четыре вариации зажима, четыре вариации построения этого аккорда, и они переключаются вот здесь вот триггерами. И конкретно мне нравится четвертый вариант, звучит он вот так. И чтобы активировать его, для него триггер это нотка А6. Давайте перейдем в новый паттерн и простроим этот аккордик. Для этого нам вот эту А6 нужно просто наверху прописать, чтобы библиотека знала, что вот постоянно нужно воспроизводить четвертую вариацию зажима. Еще важная штука с этой библиотекой. Если мы нажимаем нотку, то она воспроизводит мажорный аккорд, относящийся к этой ноте. То есть мы нажимаем F, и он воспроизводит F мажор. Если мы нажмем D, он сыграет нам D мажор, но нам нужно, чтобы он сыграл минор, и для этого нам нужно зажать просто все, полное минорное трезвучие. Соответственно, когда мы будем прописывать, F мы можем просто прописать одной ноткой, но D нам нужно будет уже прописывать полным минорным трезвучием. То же самое для L, то есть для A. У нас будет два варианта звучания гитары. Один ровно по центру, то есть практически моно, а второй будет очень сильно стерео. И мы сейчас их будем ресемплить из-за того, что чтобы гитара правильно воспроизводилась, нужно как бы начинать ее за тактом. Не знаю, возможно это дело в моей FL-студио. Закидываем ее в плейлист, нажимаем Ctrl-Alt-C и Enter. Вот она заресемплилась, вы видите, что как бы я начал прописывать ее еще за тактом, но сами аккорды начали играть только во время такта. Это мы сокращаем с отключенным стретч, и вот наш паттерн моно-гитары. Давайте теперь сделаем паттерн стерео-гитары. Для этого правой кнопкой мышки клон на контакт, и этот контакт мы перемещаем на 70% влево, а этот на 70% вправо. И Ctrl-C, Ctrl-V, но во втором контакте у нас будет играть другой паттерн, а именно AG-паттерн, Basic-POP-5. Они почти не отличаются, но этого отличия небольшого хватит, чтобы сделать там офигенно классное стерео. Звучит достаточно широко, но левая гитара значительно громче, давайте ее убавим. Вот, по-моему, какой-то такой баланс, это окей. Теперь ресемплим уже новый стерео-паттерн. Давайте сразу ее применуем. И вот с гитарами мы вроде разобрались, и у меня для вас есть интересное предложение. Как вы смотрите на то, что если это видео соберет 4000 лайков за 5 дней, то я сниму разборы на половину треков с альбома, с последнего альбома Алишера Моргенштерна. То есть мы устроим неделю Моргенштерна на канале. Если вам эта идея нравится, то ставьте лайк под этим роликом, и, соответственно, как я уже сказал, если за 5 дней наберется 4000 лайков, я это сделаю. И если вам этого хочется, то пишите в комментариях об этом. А если вам, наоборот, этого не хочется, то тем более пишите в комментариях. Еще в этом треке есть две прикольные фишки. Это хор, который тоже, скорее всего, был записан вживую. И вторая фишка, это свистулька, которая немножко так дурацко звучит. И чтобы ее сделать, мы могли бы взять обычный какой-нибудь сайн-лид, но мне захотелось повипендриваться, и чтобы, опять же, эта свистулька звучала тоже немножко дурацко. Для этого мы идем в пак Кашемира. Live Instruments, Ethnic Instruments. Не Main, а Whistle. Вот этот. Правая кнопка мышки, Open in Audio Editor. Жмем на регионы и Detect Pitch Regions. То есть нам нужно найти какую-нибудь одну нотку. Например, вот эту. Ctrl-C на дискетку New и Ctrl-V. Из нее мы эту свистульку и сделаем. Для этого включаем обязательно вот этот магнитик, отключаем следование за воспроизведением и включаем бесконечное воспроизведение. И на, теперь нужно найти какой-то фрагмент, который мы сделаем лупом, но так, чтобы он не щелкал. Вроде бы подходит. Теперь жмем на регион и Set Loop. Вот. Отлично. Ну, звук получился, скажем так, в меру дурацким. Теперь берем, тянем за эту штучку и перетаскиваем его в наш Channel Rec. И еще не забываем, что это нотка G, и поэтому нам нужно в настройках сэмпла правой кнопкой мышки на эту G ткнуть. А сама мелодия звучит как-то так. Давайте ее пропишем в новом паттерне. Вот так. Вот так. Отлично, шикарно. Просто замечательно. Заходим в настройки, чтобы было поприкольнее, включим Glide, чтобы было вот... Вот эти нотки еще продлим. Еще мы можем вот эту нотку вообще сделать супер слайдом. Эту делаем слайд нотой вот такой длины. А эту убавляем по громкости, чтобы был выход и по тональности, и по громкости. Шикарно. И теперь добавим хор. Для этого Omnisphere, Patch Browser, Human Voices и Gospel. Gospel U. Играется совершенно так же. Конечно, не совсем то же самое, что было в треке, но тоже очень даже неплохо. Ctrl-C, Ctrl-V и на 1 октаву выше. Здесь ставим нормальную ноту вместо слайд нотки. И еще перенесем все это в новый паттерн, чтобы тоже заресемплить, потому что сейчас покажу почему. Потому что тоже есть пауза в начале воспроизведения. И чтобы это исправить, выбираем здесь инструмент Sleep, зажимаем Alt и вот так по чуть-чуть притаскиваем. И у нас появилась в конце тишина, так что выбираем лезвие и Shift-зажимаем, правой кнопкой мышки отрезаем кончик. Шикарно. Итого у нас есть... Все музыкальные партии. Теперь перейдем к беточку. Я считаю, что вообще необходимо всех обязать использовать ударные только из этого пака, чтобы мне было удобнее их подбирать. Почти все звуки из этого пака я и возьму. Выделяются только 808. И еще вот этот snare. Ну и еще, конечно, добавим вот этот Pet Bass. И займемся ересью на лейере 808 и этот. Но вот из этого саб из него вырежем, хотя его тут и так немного. Вот так называется пак, вот так называется пресет. Вообще, стоит ли выкладывать проекты? Стоит ли продолжать выкладывать проекты, как я делаю это с другими битами? Можете тоже написать в комментариях, потому что, ну, типа я их выкладываю. Может быть, вам уже они не нужны. Короче, напишите. Мне правда интересно. Снэр наш будет состоять из четырех сэмплов. Да, вот так сделаем его покороче и посуше. Лейринг хорош для того, чтобы делать звук более плотным. Но самое главное помнить, что snare должен звучать как один целостный snare. Пусть он будет у вас из 20 сэмплов. Он остается целостным, и он звучит как snare, то в целом все нормально. Пока звучит слабенько. Ctrl-C на следующий. Чуть-чуть подкоротим. Добавим третий. Ctrl-C, Ctrl-V. Здесь мы укоротим его начало. Ага, и конец тоже. Последний, четвертый снэр. Ему тоже Auto. И чуть-чуть добавим EQ. У нас будет небольшая пробежка. Переключаемся на одну вторую. Выделяем Ctrl-U. Теперь мы можем перейти в настройки. Крутануть Shift, но чуть-чуть совсем. Во. Теперь кик. У него мы уберем лишнюю продолжительность и пропишем. Так. И все. Мы прописали кик. Ctrl-C на второй. Убираем UseLapPoints, сокращаем продолжительность. Можно чуть-чуть открутить Out. Этот кик нам нужен просто, чтобы добавить как бы слышимости основном. По-другому не скажешь. Reverse Polarity включаем, потому что на слуху мне кажется, что они в противофазе друг у друга. Во. Еще тут есть вот такой вот третий кик. Переходим в его настройки и Q откручиваем на максимум. Stereo Delay крутим так, чтобы он был очень стерео. Звучит как-то вот так. Тут-тут-тут. Там это 100% есть, если не верите, слушайте. А в 808 мы просто пропишем по басовым ноткам наших аккордов. И давайте Envelope к нему тоже настроим. Вот так. А на сером просто Ctrl-C, Ctrl-V. Они и так не сильно-то конфликтуют бас с другим басом. Но когда мы серому чуть-чуть подрежем низ, вообще все будет идеально. Если вы хотите налейлить оба баса, которые оба с сабом, то это глупая затея. И пришло время все это дело сбросить на микшер. И пришло время приступать к обработочкам. Первым делом займемся стереогитарой. A1 Stereo Control на первое место. В первую очередь Save Bass включим и вставим на максимум. И вы можете сразу услышать, как стало меньше низких частот. И как бы особенно те, кто смотрит на телефоне. Потому что у нас противофаза просто схавала бас. И, ну, я не против. И стерео ширину на максимум. Ну, может, почти на максимум. Потому что гитара прям будет супер-мега-стерео. И она именно такая в треке. Окей. После этого ставим DS-10. Drum Shaper. Включаем атаку на вот такое значение какое-нибудь. Sustain убавляем на какое-нибудь такое же. Зачем? Чтобы звук стал резче. Чтобы атака появилась. Короче, мне так больше нравится. И следующим ставим Ecoboy. Ну, а перед этим, конечно же, нам понадобится еще эквалайзер. Затем, чтобы еще больше низа отпилить. Нам нужно, чтобы вот эта гитара, она прям по верхам была. И очень широкой. И включаем Ecoboy. Переключаемся на ping-pong. Mix убавим. И убавим low-cut. Чтобы он тоже был высокочастотный. Delay. И немножко грубо добавим. Чтобы вот эти повторения немножко ушли от сетки. Ну, чтобы они, короче, немножко кривыми стали. И после этого можно в финальную Вальхалу Винтаж Верк. Color ставим на Dicade чуть-чуть убавим. Low-cut. Как-то так, потому что мы так усиленно отрезали низный для того, чтобы он появился в ревере. Mix. Процентов 9. На хор поставим тоже эквалайзер. Тоже отпилим сколько-то низа. И чуть-чуть серединки. На Wiesel в первом делом, конечно же, кидаем RC20. Чтобы сделать что? Вот это. Но перед этим, конечно, нужно повесить сюда и майджер. Вот видите, у нас нота здесь была. Нижняя граница бенда должна быть ниже этой ноты. И с верхом то же самое. Включаем стеревайзер. Это тоже можно расширить. Можно немножко спейса дать. Но основной спейс мы сейчас будем давать во фруте реверби. Separation включим на максимум, то есть до конца налево, чтобы звук был максимально широким. Отпилим низ. Вернем вверх. Дадим сайза. Бас убавим. И здесь dump. То есть, грубо говоря, высокие частоты. Как-то так. Ну и еще перед ревербом можно также подкинуть чуть-чуть эко-боя. И свинга тоже. Вот то, что нужно. На сером, опять, как я уже сказал, чуть-чуть отперем низкие частоты. Чтобы басил у нас 808-й бас. Можем собрать групповой канал инструментов. 808-й бас в него входить не будет. И так же можем собрать групповой канал ударных. То есть, канал с киками, потому что их два. Канал со снэрами, потому что их четыре. И общий канал ударных. Ну, кроме кика. Друмс. Нажмем какой-нибудь F2, чтобы дать ему цвет. Вот он такой, приятно зеленого цвета. И создадим еще, давайте, канал с реверберацией Valhalla Vintage Orb. Сюда подкинем. Холл, Fat Snare Hall. Чуть-чуть подлиннее. Низ чуть-чуть отпилим. Переместим его также на канал со всеми ударными. А сюда по чуть-чуть будем подкидывать наши звучки. Вот как-то так. На кик я хочу закинуть сюда тоже DS10 Drum Shaper. Включить на нем софт-клип, чтобы просто ограничить кик к нулем децибел. И чуть-чуть дать на нем атаки. Теперь на групповой канал ударных, конечно же, кидаем J37. Куда без этого, потому что J37 наше все. Не все, оказывается, замечают, что я включаю этот пресет. Вот этот пресет я включаю и всегда откручиваю Noise Level в ноль. После этого можно подкинуть еще один DS10. Чтобы просто чуть-чуть, капельку, чуть-чуть поострее делают ударные. И на группу инструментов тоже J37 с тем же самым пресетом. Но еще центр стерео. Low на минимум, High на максимум, Punch на минимум. И эти настройки нужны в основном для того, чтобы поднимала нам сайт составляющую на высоких частотах. Чуть-чуть добавим, чуть-чуть убавим. Вот какой-то такой баланс, мне нравится. Давайте еще этот канал тоже назовем Inster. И давайте сделаем сайдчейн от киков на него. Для этого выбираем канал сайдчейна. На канал Inster правой кнопкой мышки здесь сайдчейн. И на канал Inster после этого закидываем фрутилиминтер. Обязательно в режиме компрессора. Правой кнопкой мышки на сайдчейн. Выбираем канал кик. Ratio условно на максимум. И релиз близко к минимуму. Сустейн близко к минимуму. И ловим трешхолдом. Слишком сильно. Ну, нормально. Как-то так нормально. Еще можно то же самое сделать для басов. Ну, и, конечно, нам нужно расширить хеты. Для этого скидаем сюда Ozone и Major. Вот как-то так их расширим. Давайте то же самое сделаем для Snare. Просто перетаскиваем пресет на Snare. Только послабее. Близко к идеальному. Но осталось сделать чуть-чуть структуру. Начнем мы с первого паттерна, в котором у нас... И потом... Нам нужно вот сюда нажать Automate и Volume. Нарисуем какую-нибудь такую автоматизацию. Давайте вот так нарисуем. И потом начинается полный бит. И вот тут и хор, и свистулька появляются. Только начинается все вот с этого. Именно с Та-Та-Та. И давайте все сократим. Все ударные вот досюда. И тут полный бит тоже идет. А потом, после всего этого, идет моно-гитара. Мы с ней еще ничего не сделали. Нам же в конце концов нужно сделать ее моно. Поэтому сюда закидываем RC-20. Чуть-чуть ревера. И вив до 11%. Чтобы она прям ровно по центру была. И отпиливаем. И вверх, и вниз немножко. И тут будет почти полный бит. Но без баса и с урезанными хетами. Но тут будет еще одна маленькая особенность. Для этого нам нужно взять паттерн свистульки и тоже его заресэмплить. Вот этот вовсэмпл. Только опускаем его на октаву вниз. Собственный FL-овский реверб немножко подрубим. На максимум. И нам нужно взять ту-ту-ту. Теперь берем паттерн свистульки снова. Делаем make unique. Только здесь нам нужно тут и тут. Вот такой звук. Пропишем это с light нотами. Чтобы было прикольнее. Вот так. Эта нота по длине. А, и здесь нужно убрать этот snare. Вот. Вот это тоже make unique. Сюда еще раз. И здесь у нас будет сначала нотка ми. Потом нотка ре. Ну давайте тоже сделаем их через слайды. Чтобы было покрасивее. Да. И ре. И тут точно так же сокращаем все. То-то-то. И здесь полный паттерн, но без свистульки. А в конце будет снова моногитара. И со свистулькой. Вот, вот. Идеально. Шикарно. Восхитительно. И остался только озон на мастере. И перед тем, как мы послушаем этот шикарный, надеюсь, по вашему мнению, биток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. Чтобы узнать о видеокурсе подробнее или заказать его, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне в ВКонтакте или в Инстаграме в Директ. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Если это видео показалось вам капельку полезным, может быть, чуть-чуть интересным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк. И чтобы не пропустить новые битмейкинг-видео, разборы битов или просто видеоуроки по FL Studio, обязательно подпишитесь на канал. Кнопочка подписаться есть внизу и также она будет в самом-самом-самом конце видео. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Надеюсь, вам было интересно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok